Привет, дорогие собрания, дорогие церкви, дорогие сестры. Действительно, тема на наш христианском мире очень серьезная. Вы, наверное, обратили внимание, насколько вы садили эти псалмовые песни, посвященные теми, исследованные за гестом. Это вопрос не был банальным, это вопрос был сад. Такой христиан. Следованием за гестом и очень важной темой для каждого из нас. Моя порога Тиана также посвящена ему апосту, и она называется «наши оприщи». Братец, кто выбрал? И я выбрал апостола Петра, одного, можно сказать, самого яркого, харизматического ученикового Иисуса Христа. И вот его жизнь, некоторые там воды, я взял основание для ваших рассуждений на эту тему, следуя за Христом. И я бы хотел, когда вы будете слушать эти слова и размышляем от текста, я бы хотел, чтобы каждый из вас, я в том числе, увидели себя в хитре, самого себя, и взяли для себя уроки из его жизни, из его светлыми за Христом. Ведь нет ничего лучше, чем учиться на живом примере, чем... Мы тут читаем отрывок из Иоанна Георгана, 21-й годы, с 18-го по 22-й годы. Мы будем много также обращаться к контексту и главному, для того, чтобы понять эту ситуацию. Для того, чтобы прочувствовать эту ситуацию, для того, чтобы понять, что ввело в сердце Петра, и как это все происходило. 21-й глава, с 18-го по 22-й годы, давайте вместе прочитаем. Давайте вместе будем рассуждать, как церковь, как одни и те же люди, христиане, которые следуют за Христом. И все мы в этом одиночку. И Петр был таким. Его единственное отличие лишь в том, что он уже прошел этот путь. Он закончил свою жизнь. А нам еще предстоит. А нам еще предстоит. А нам еще предстоит для Христом. Итак, 18-й стих. Иисус обращается к другу, можно сказать, с последними сломаниями. Истинно, истинно говорю тебе. Когда ты был молод, то припоясывался сам и ходил, куда затем. А когда состаришься, то прострешь руки твои, и другой припояжет тебя, и поведет, куда не хочешь. Иисус сказал же, давая разумение. Какой смерть пек про славу Бога. И сказал смерть за Иисусу. Иди за Мною. Петр же, обратившись в виду ведущего, за ним ученика, который любил Иисуса, который навечно преклонившись в груди, его сказал Господи по предатству. Его увидит Петр, говорит Иисус. Господи, а что вам? Иисус говорит ему. Если я хочу, чтобы он не слышал, обратившись в груди. Что тебе за того? Ты и со мной. Вы знаете, я отметил для себя здесь три важных духовных таких фактов, которые, надеюсь, помогут и вам дальше, в следовании со Христом до победного конца. Вот на этом ярком примере апостола Петра первое, что мы видим здесь. И эту истину нам каждый из вас заметит. То, что Христос дает оставившим следованию вновь вернуться на его грудь. Именно это случилось с Петром. Давайте вспомним немного ситуацию, которая предшествовала. Это последняя глава в Евангелии Астана. До этого Петра обещает Христу быть верным до конца. Отрекается во время его ареста. Оставляет этот путь. В моменты испытаний, когда нужно было сказать «Да», он говорит у костра. «Я не знаю его». И вот под угрозой гомитой он избирает себе совсем другой путь и безопасный путь. Глава 22, к которой мы здесь обращаемся, она начинается с того, что появляется воскресший Христос. И уже не первый раз он появляется для того, чтобы поднять свою грудь. И третий стих, как мы здесь видим, описывает такую ситуацию. «Симон Петр говорит, иду ловить рыбу». Говорят ему, то есть другие апостолы и ученики. «Идем мы с тобой». Пошли и тотчас вошли в лодку и не поймали в ночь ничего. Петр возвращается рыбалок к своей старой жизни без Христа. То, что он делал, дает всю свою жизнь без Христа. Путь, по которому он шел за Христом эти последние три года у нас. И вообще какая-то печальная картина здесь возникает и проявляется в жизни этого галилейского рыбака Петра 21-й главе. Такая закончилась прекрасная, полная чудеса, величия, удивительные встречи, события, сказки. И теперь он, молодой парень, жена, как говорит в описании, стоит в ночь недалеко от своего дома. Вода петла в ноги, в руке его сель. Возможно, жена и тещи ждут лопа, а у лопа нет. Рыбалка не леется. И хочется закричать туда, к Итру в книге. «А ты что там делаешь, Петр?» Это уже третье упрекление Матрисома. 14 стих, 21-й глава. «Это уже третий раз. Иисус ученикам своими воскресеньями своими землями». «А ты что там делаешь?» «Господь сказал, где вам дюй?» «Где нужно ожидать Духа Всего?» «Петр отошел вас, вы будете. И он тогда откуда говорит мне. Извините, друзья, братья. Я отступил, я отошел. Я оставил вас всем своим длительным существованием». «Итак, мы видим, что предвара внезапным появлением нашего Господа на это время». И обратите внимание, что это появление было именно для Петра. В большей мере для Петра. Это появление Иисуса Христа, который изменит сейчас ситуацию здесь, в этой главе. Оно будет направлено на Петра. Потому что оно будет неплохо символично. Обратите внимание по детали, который описывает там. Опять галерейский герек. Как три года назад. Опять по слову Господа, если мы будем читать эту главу. Ну, как большой улов, как написано здесь в шестом стихе. Иисус кричит им лодку. «Закиньте все по правую сторону лодки и поймайте, а не закиньте». И уже не могли вытащить от множества рыбок. Опять те же слова, как «тогадный год назад». Свет нам вновь. В стихе 9 мы читаем. Христос разжег огонь. «Жарил моему рыбу и плед. Игнули какой символизм. Вспомните, где Петр придал креста около костра. Огонь смотрел в огонь и не падал. «Не знаю, не знаю, не знаю». Так и здесь, во время нового посвящения. «Люблю тебя, ты знаешь, люблю тебя, ты знаешь». Опять эти три фразы звучат здесь. «Как тогда он три раза отрёкся». Здесь три раза он исповедует свою любовь и посвящение. Опять здесь мы читаем тот же самый повтор, когда Христос говорит, «Любишь ты меня больше, чем они?» Как ты говорил, дома их у нас пять. «Я пойду за тобой, даже если все оставят тебя. Любят больше, чем они?» Глядя на Петра, его можно понять по-человечески. Он ждал, он ждал этой встречи. Он вновь хотел иметь общение с Своим Господом. Одна интересная деталь здесь записывается в Иоанну, когда они наберли заметки Христа и когда Пётр понял, что это Господь, он в поддержке прыгнул в волк и подбил к нему. Христос пришёл вернуть на Петра на путь святого Него. Христос сам пришёл в Него. Христос простил Его и зовёт вновь последовательно за Него, поручая теперь Ему самое важное служение, поручая Ему доверять Свою Царство. Друзья, сегодня, возможно, кто-то из вас может чувствовать нечто подробное, как был у Петра. И вот эта тема Церкви, которая намерена сегодня ей, она неспроста. Это Христос приходит к вам. Он приготовит вам тракезу благодати. Он прощает нам ваши грехи. Он тебе, дорогая душа, говорю, «Возвращайся и следуй за Мною». Он зовёт тебя на друга. Для тебя есть трудность. Тебе прощается время. И слова звучат именно для тебя, как много лет назад возможности. Иди за Мною. Я призываю сегодня всех, кто, возможно, оставил этот путь, следованный за Господом, воспользоваться сегодняшней возможностью посвятить себя Ему. И, действительно, Божья благодать, Божья доброта, Божье милосердие и милость – это самый могучий, вдохновляющий факт для нас, для Церкви. Мы все, как это Пётр, нуждаемся в его милости, нуждаемся в его прощении, нуждаемся в благодати Господней, чтобы он пришёл к вам. Так же, как пришёл к вам. Это благодать способность поднять нас с нами, и вновь вернуть на путь, следовавшись к истории. Возможно, когда работаем в себе, он сам должен верить в себя. Возможно, именно сейчас, как Пётр, пройдя уроки жизни, Возможно, именно сейчас ты нужен Христу больше, чем когда-либо. Именно сейчас, возможно, ты готов для Божьего дела лучше, чем когда-либо, пройдя уроки и падения. И молодёжь – это слова для вас, в моей очереди. Молодёжь уроки. Молодёжь часто воспитает. Молодёжь ещё не научена и не привыкла к этому пути, пустому и тяжёлому. И вообще, контекст здесь говорит, что апостолы о них были молодыми людьми. Шестой стих, или пятый стих, начинается с таких слов. Иисус обращается к ним и говорит, «Дети, есть у вас люди? Дети». Буквально можно перевести с оригинала, «Как молодые люди, у вас есть что-то есть». А потом вам прикидывая, когда люди молод и живут так, когда ты состоишься в этом доме. Прислушайтесь, молодёжь, к своему сердцу. Возможно, ко мне сегодня обращаются, к Иисусу Христосу. Возможно, меня Он сегодня зовёт. Вы не длинный, кто оступился в этой жизни. Вы должны это понимать. Были такие великаны духовные, как Пётр, когда он оступал. Был тип, который жился для апостола. И также испугался служением. Я вам скажу от себя, для них своём опытом и я отступался. Но Христос поднимает, Христос возвращает. Самое главное – вовремя пережить, когда Он призывает, когда Он зовёт, и сегодня Он зовёт. Второе, что нужно отметить в этом представлении прежде. Христос каждому определён своё облаще. Это важно понимать следование за Иисусом Христом. Следование за Господом. У каждого свой путь. У меня это одинаково. Если мы посмотрим внимательно на наш стих 19, на наших отрывок. Призыв Петру, следуй за мной, и иди за мной, как здесь написано. Он помещен в определённый контекст. Контекст такого трагического описания его будущего. Давайте прочитаем 18-19. Иисус. Истина. В этом картинном творчестве, здесь, которое мы сочетаем, очень явно, содержится указание на смерть, на мученичную смерть этого молодого человека, этого молодого ночника. Исусе здесь перед ним такие пековые, денежные модели, и они делятся на такие вещи. Он говорит, с одной стороны, молодость, с другой стороны, древность, старость, в другой родственник. С одной стороны, ты делал сам с собой, что хотел, с другой стороны, другой будет делать с собой, что захочет. С одной стороны, путь направления, ты выбирал сам, с другой стороны, путь и направления, выберет за тебя другой. Ты ходил по собственному желанию, а там тебя по виду против твоего желания. Отцы церкви, Климент, Иссели пишут церковные истории о смерти апостола Петра. Это исторические документы. Они описывают, что Петр был казнен в пожилом возрасте. Он был привязан к кресту, к кресту, прошу прощения, и имел руки растянутыми, растянутыми берегами. Таким образом, у вас совершена казнь. Казнь на кресте она узналась часто от души. А теперь посмотрите на текст, который говорит Христос. Он говорит ему, ты протянешь руки свои. И действительно, Господи говорят, что Петру растянули руки берегами, его не предъявляют от Христа. Христос ему говорит, другой, теперь припояжен. Надо сказать, что он был привязан к Христу. Связать поясом, это примерно одно и то же слово в греческом. Припояжен. Деяние апостола в один интересный момент, который свидетельствует подтверждение благований о том, как один пророк снял пояс с Павла и говорит, с этим черчей пояс человеком поступит так, свяжут его и отведут в Иерусалим на камеру. Помните, да? Это одна и та же идея, в принципе, это подтверждает благований. Но это не главное, это мои благования. Самое главное в описании подходит, это так. Иоанн говорит, сказал же это, давай разумею, которую смерть Петра послали в Богу. Христос ему говорит, и поведу тебя туда, куда не хочешь, поведу тебя на место казни. Это был молодой грядь, неопытный, но в тот момент молодой человек. Но он закончил свой путь, как подрабатывал. Это был трагический, но по первому генералу Петра на этот раз он выдержал. Он выдержал самое страшное испытание. Но пока, короче, еще могло. И лишь только догадывается, что его судьба, его путь будет тяжелым, будет трагичным через эти слова Иисуса Христа. И тогда он оглядывается и смотрит на Иоанн и говорит, господь, а что он, а что с ним? А господь ему отвечает, что тебе до того, ты, сын, и до моего. Вот это в характере каждого из нас. Так происходит, когда в нашу долю попадает тяжесть. Когда в нашу судьбу приходит эта тяжкая доля, и тогда мы сразу смотрим на братья и говорим Богу, почему у нас такая тяжелая судьба? Нас начинает уже волновать не наш путь, который определенно нам слышит, а желание идти чужим путьом. Христос сразу же поправил века. Твоя забота следует за мной, взирает на меня. У тебя свое облище, а Ему я приготовил свое облище. Это, возможно, главный урок для всех нас в нашем следовании за Христом. У каждого свое облище. И как брат читал здесь отрывок, там написано «Свой крест». Не откатывайтесь на братья. Не пройдитесь судьбе, определенно слышим для вас. У каждого свой крест. У каждого из нас свое облище. У каждого из нас свой путь. И для каждого у Бога есть план. Для каждого из нас. Как Он прославил Бог. Как мы прославим Бог. Как я прославил Бог. Не я решил. Христос решил. Поэтому на твоем пути, мой дорогой друг, может встречаться все, что угодно. В нашей церкви ведь сестра, которая потеряла все в руках. В нашей церкви там, где я воспитывался, была сестра, которая 30 лет провела на больничный бед. Из-за гангремы. Эта гангрема съела ее и отъела. Кто-то может потерять ребенка. Что тогда? Я знаю, жизнь некоторых крестьян, она очень тяжелая. Они в гонениях, они в детстве. Они в одиночестве. Они без крова. Они, может быть, детей не могут уметь. Почему такая участь? Почему умеет такая доля? Когда другие идут в многоточек. Потому что свеча горит ярче во тьме. Ты должен запомнить у каждого свое поприще. У тебя твое. Ты должен противодостоин. Не проклинать судьбу. Не взирать на других. Мог последовать Христу. И прославить Его на своем пути. Последовать Христу. А Христос показал Богу. Его ждала с вами в страшных ночи. Он, будучи Богом, не в нем те воли, которые хранят. Он на себя взял наши позоры и грехи. Он обещал всем, чтобы умереть за нас. И Его доля была самой тяжелой, потому что Он был первым христианским. Он должен был стать примером для всех нас. Примером для подражания, для Петра, для нас, пустая тысячи лет назад. Страдая, не доптал, не проклинал судьбу. Он свой крест до конца претерпел. Вот эту чашу страданий до конца. Христианский путь, он тяжелый. Но о нем нет, как вы, может быть, уже слышали здесь в Пене. О нем нет блеска и волнула. Но Он ведет к победе. Он ведет к вечной жизни. Он ведет к славе нечеловеческой, которая сумикна. И, как трава вылезет и засыхает, Он ведет к славе нечеловеческой. Павел говорит, описывая свои тяготы жизни во втором посланном христиане, что временные наши страдания не идут даже в сравнении с той славой, которую нам уготовлены верным последователям Иисуса Христа. Посему, друзья, придитесь. Держитесь на этом узком пути. Какой бы ни был у вас сложный путь, как Павел говорит, бегите за венцом, не получите жизнь христианскую жалобу. Не сворачивайтесь с этого пути. Господь видит ваши слезы. Господь видит ваши страдания. Господь знает о каждом вашем, о каждом вашей маленькой связи. Помните, что немощь ваша – это ваши силы. Потому что в нашем немощи Бог является Свою силу, и Он есть. Каким бы ни был вашей помощи, благородите Бога и прославляйте Его в Своей судьбе. Третий факт следования за Христом заключен в том, что Христос дает последовать Ему в служении. Я не хотел говорить сначала об этом пункте, но Он мне не давал покоя. Возможно, это тоже одно из самых важных замечаний. В этой истории о Петле мы видим, что до этого кто-то больше много говорил о Своей верности Иисусу. О служении идти и занятий, служить. Обычно все иначе. Обычно все иначе. И в первом воспитании у Своей верности. И теперь Господь призывает Его здесь показать Своему и Богу. Всем известный отрывок, когда Христос говорит, «Любишь ли ты меня?» «Любишь ли ты меня?» «Любишь ли ты меня?» «Паси о ведьмах». «Паси о ведьмах». «Корми о ведьмах». Господь призывает Его теперь доказать Свою боль на день через посвященную служению других. «Паси о ведьмах». Последовать за Христом – это значит последовать Ему служению. Девизом в жизни нашего Господа была следующая фраза. Сын Человеческий. Пришел не чтобы Ему служить, но чтобы послужить. Если ты хочешь следовать за Христом, Он призывает тебя по служению. «Иди поси мою стару. Служи моему народу до самой смерти». Последовать за Христом – это значит трудиться при Его церкви. Поэтому, мой дорогой друг, если ты решил следовать за Христом, ты должен на части служить. Иначе твоя любовь, твоя преданность Ему – это только слова, за которыми ничего нет. Возможно, кому из вас сегодня столько возникло с поступлением. Делать этот шаг. Возможно, кто-то устал и не мог в этом тяжелом своем пути и хочет уже все оставить и все бросить. Господь этого не делает, не оставляет вопреки всему сверху Христу. Служите Ему верой и правой. Насколько хватает ваших сил до победного конца, как это делал Петр. Возможно, кто-то еще не нашел себя в служении. Друзья, у вас есть руки, ноги, есть разум. Посвятите ее Господу. Послание к Риму. Петр пишет. Итак, представьте свои слова. Руки, ноги, разуми, посвятите Господу. И служение только само вас найдет. Не оставайтесь самые плоды, несучастные Господни в церкви. Потому что следование за Христом – это следование Христом. Пусть Бог благословится в этом среде нас. Взять это слово в наседании. И помнить о том поприще, которое предназначено для нас. И мы помним. Давайте мы помним. Как одна единственная цель, как все одинаковые, которые идут на этом пути изобретения. У каждого свое облах. У каждого свое предназначение. Но наша цель одна – дойти и подскричаться со вкусами. Пусть Бог не высложит все равно.